Продолжение следует... Там, в лагере, посмотрите. Осторожно! Иди, падает! Вы поймите, главный целый дети. Ваш муж оделся царапинами. Вы вместе. Все будет хорошо. Олег Павлович, сейчас, секунду. Вы меня поняли? Хорошо, Леша, проследи, чтобы они и Ваня через час сделали укол. Укол через час. Олег Павлович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Журналист Андрей Митин. Хорошо, да. Мне срочно нужно с вами поговорить. Это для вас сейчас, извините. Это очень важно. Потом, ребят, все потом. Хорошо, а отчество? Вера, как вы тут? Все в порядке. Теплой одежды хватает? Да, одеяло есть, питье, вода. Да, все есть. Все, береги себя. Держись, хорошо. Послушайте, уделите мне одну минуту своего времени, пожалуйста. Ребят, прошу вас, и сейчас, не мешайте. Знаете, у меня своя работа, у вас своя. Я все равно от вас не отстану. Что случилось? Умоляю, помогите. Там дом, там рушится новый дом. Здесь зона бедствия, мы всех эвакуируем. Там, он внутри, ему страшно. Кому страшно. Я не сумела, не смогла его вынести. Успокойтесь, у вас в доме кто-то остался? Да, да. Сын мой, Алешенька. Алеша! Где ваш дом? Там, там, скорее. Скорее. Олег. Пойдем тут. Следите, скорее. Давай, пойдем за ним. Алеша! Олег, ты куда? Всем внимания. Идут повторные толщины. По возможности всем отнимать здание. Будьте осторожны. Давайте, осторожно. Далеко еще? Там, это улица. Свою ж тык! Стой, туда нельзя. Стойте! Держи ее! Пустите, не пустите меня! Снимай! Алеша! Алеша! Снимай! Алеша, ребята! Да куда ж выились? Снимите меня! Алеша! Черт! Синок! 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 Скажи, тебе это что-нибудь? Алеша! Алеша, сынок! Черт! 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 Алеша, Алеша, привет. Посмотри на меня. Да уйдите отсюда! Олег, нашел? Да, он здесь! Живой! Ребянка снимай! Давай, сюда. Алеша, а тебя там мама ждет. Алеша, иди ко мне. Алеша. Олег, скорее! Сейчас. Алеша, не бойся. Иди ко мне. Алеша, скорее ко мне. Олег! Давай, давай. Алеша, пожалуйста. Идем, идем скорее. Пожалуйста, давай, давай. Ползи, ползи, ползи ко мне. Давай руку. Хорошо, молодец. Давай, 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 давай. Вот так. Молодец. Олег, быстрее. Хорошо, идем. Уйдем скорее. Давай его сюда. Осторожно. Черт побери. Давай сюда. Держи, Вера. Держи его. Попадайся. Попадайся скорее. Уходите, уходите. Стой, 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 стой. Держи. Все. Олег! 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 Не просила, я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Вам бы, конечно, отбежаться еще ли, Палыч, но... Лекарства прокапаем и отпустим, если вы так настаиваете Но имейте в виду, эти препараты не сочетаются с алкоголем И знаете что? Убади эта балка на сантиметр ближе И все, летальный исход А везение, оно не бесконечно, молодой человек Да дело не в везении, я же заговоренный Смотрите, что у меня здесь написано Судьба в моих руках и счастье всегда со мной Тамерлан сказал, великий человек был Этот талисман еще мой отец носил Тоже, кстати, большой был человек Вот именно, что был Все мои, знаете ли... Чего эти врачи все время ужаса нагоняют? Ладно, все хорошо, что хорошо кончается, да? Ура-ура, отметим? Шутишь, да? Был в сантиметре от смерти И все шутишь Ты знаешь, там было так тихо все Вообще никаких звуков Рухнуло все и как будто бы все умерло И как будто бы все умерли Олег, ты понимаешь, что я больше так не могу? Сколько было этих случаев? Десять? Двадцать? Сто? А я вообще не понимаю, как я до сих пор не сошла с ума Вера Верочка, успокойся, пожалуйста У тебя просто нервный срыв Вера, Вера Послушай Ты понимаешь, что я устала? Я смертельно устала Я хочу домой в Москву Я хочу нормальную жизнь Я хочу семью Я хочу детей Я устала ждать, вернешься ты или нет Останешься этой коллегой или нет Ты понимаешь, что я больше так не могу жить? Понимаешь или нет? Вера Ты понимаешь, что если б я не полез в тот дом, мальчика уже не было бы в живых А ты понимаешь, что если что-нибудь случилось бы с тобой, в живых не было бы меня? А может быть, ты просто меня не любишь, Олег? Ты сейчас не права Ты сейчас не права Хорошо, может быть, я не права Да. Но тебе придется выбрать, либо семья, либо работа. Да перестань, ты что? Вера, это ультиматум. А понимай, как хочешь. Вера! Вера! Молодой человек, вы куда? Я Колосову. Туда нельзя. Послушайте, мне очень срочно нужно его увидеть. А вы кто, родственник? Нет, я пресса. Вот, Андрей Митин, газета «Сибирский вестник». Поправится ваш Колосов, тогда и будете интервью брать, слушайте. Вы к Олегу? Да, а что? Станислав Бойко, заместитель Олега. Пойдемте поговорим. Ни с кем, кроме Колосова, я говорить не собираюсь. Приветствую с Верой. Привет, дружище. Проходи, садись. Какие новости? Все нормально. Все в полном порядке. Молодежь с сегодняшней вечеринки готовится. Что? Тебя же к вечеру отпустят? Отпустят, куда денутся. Угу. Ну, а что смурной такой? Да так, не обращай внимания. Доктор сказал, пить нельзя, а ты говоришь, вечеринка. Станислав Михалыч, потерпите, скоро есть будем. Жестокая, Даня, как все красивые девушки. Да, повезло тебе, Анька, с начальством. Не то, что ему принеси, подай, это иди. Да ладно тебе, Жанна, Вера, помни вежливо. Вежливо, это поры до времени. Но до Станислава ей далеко. Это точно. А вот и Олег. Здорово. Какой Олег Павлович? Ты один? Пока, да. А Вера? Попозже будет? Олег Павлович, как вы? Все хорошо, Леша. Привет. Всем привет. Так, ребят, давайте, все готово, все к столу. Собирайте. Привет. Продолжение следует... 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 Как в аэропорту? Я улетаю в Москву. Как в Москву? А ты думал, я шучу? То есть, ты сама за нас всё решила? Молодец. Я же тебе всё сказала. Я так больше не могу. Ах, не можешь, значит? Ну, что я могу сказать? Счастливого пути, Вера. Внимание у пассажиров. Открыта регистрация. На рейке 1479. Пассажиры приглашают на рейс до регистрации. Повторяю. Жанна, я сегодня, наверное, ночевать не приду. Повторяю. Олег Павлович, а можно я скажу «тост»? Ну, давай. Олег Павлович, а можно я скажу «тост»? Давайте выпьем за любовь. За любовь. За любовь? Нет. Давай за свободу. Свобода — самая главная вещь. Все рождены быть свободными. Красиво. А пойдем потанцуем? Пойдем. Да не хочу я танцевать, жалко. Ну, давай. Что ты? Давай выпьем. Ты с ума сошел? Тебе сказали, ни капли алкоголя. Так, поехали, я тебя отвезу в гостиницу. Станислав Михайлович, мы уже обо всем договорились. Там ждет водитель. Мне по пути с ним. Нет, если договорились, то… Да, мы уже договорились. Все нормально. Так, все. Давайте, давайте. Пойдемте все. Олег Павлович, ну… Эй, тебе нельзя алкоголь? Это для меня. Оп, аккуратненько. Ага. Пока. Тихо, тихо, тихо. Ну, что такое? Куда мы едем? Домой. Домой. Тихото, вчера да хоть речи, мяге? Да. Это для тебя Тихо, тихо. Домой, ночью. Ииспом, ночью. Поехали. Сегодня ночью я… Милый, ты был великолепен. Хорошо. Я был пьян, так что… Нет, мне очень понравилось. Давай еще. Жанна, послушай, я люблю свою жену, так что слушай. Все, что было сегодня ночью, просто пьяная глупость, так что извини. Вы что, все по одному учебнику шпарите, а? Что? Ничего. Я был пьян, я не знаю, как я на тебя залез. Иди вообще отсюда. Иди, я сказала, вали отсюда. И дверь за мной. Иди, давай. 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 А… Олег. Олег. Прости меня, родная моя, прости. Ты меня прости, пожалуйста. Я была не права. Знаешь, все это было так глупо. Я, я жить без тебя не могу. Мы сегодня же едем в Москву. И начинаем новую жизнь. – Москву? – Да. Да. В Москву. Домой. Домой. Багажник, откройте, пожалуйста. Ой, Олешек. – О, Олешек, здрасте. – О, Олешек, здрасте. – Надолго приехали? – Навсегда, тетя Валя. Да что вы, вот, молодцы. А я вот это, Борюсику купила. А, ладно, побегу. А то он там заждался меня. Вер, ты заходи, начать-то. Обсудим новости. Тетя Валя, я обязательно зайду. Ага. Слушай, это удивительно. Ничего не меняется. Ну да, тетя Валя в своем репертуаре. Ну что, идем? Идем. Идем. Прошу. Спасибо. Ну вот, работали, работали. А на стулья так и не заработали. Стулья купим. Новый ремонт отгрохаем. И начнем видеть гнездышко. Ух ты. От тебя ли я это слышу? А что? По-моему, пришло время задуматься о продолжении рода Колосовых. Или ты против? Это моя мечта. Раньше у меня был идеальный муж, а теперь у меня будет идеальная семьярка. Иди ко мне. Нет, подожди. Сначала нужно в душ. Прежде всего продолжение рода. Помнишь? Ни с чего бороду избрею в знак чистой новой жизни. Иди ко мне. Добрый день. Здравствуйте. Пойдемте со мной. Пойдем. Увы, к лечению желаемых результатов не дало. И что? Никакой надежды? Ну, может где-нибудь в Европе есть какие-то современные новые методы? Вы, конечно, можете поехать за границу, но, боюсь, это напрасная трата времени и средств. Я считаю, что в вашем случае единственный выход – это ЭКО. А какие есть шансы с ЭКО? Шанс есть. Но и риск, конечно, тоже есть. В вашем случае могут быть осложнения. Не исключено кровотечение, гипертония, нарушение сердечного ритма. Вы должны все взвесить. Не торопитесь. Подумайте, обсудите. Решитесь, звоните. Угу. Угу. Поехали. Все будет хорошо. Хорошо. Я боюсь. Не хочу тебя потерять. Ты меня не потеряешь. Ты только представь через год. У нас будет ребенок. Девочка или мальчик. Я не понимаю, зачем нужно так рисковать. А если не получится? Я считал, некоторые по семь, по восемь раз это ЭКО делают, и ничего. А с твоим здоровьем… Почему нельзя просто взять и усыновить ребенка? Потому что я не хочу чужого. Я хочу твоего. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Хорошо. Пусть будет, как ты хочешь. Ну, это же твой. Он меня столько раз спасал. Пусть теперь тебя хранит. Алексей, ну что, удачи. Будет экстренная ситуация, звони в любой момент. Спасибо, Олег Павлович. Все будет хорошо. О, кто еще здесь? Думаешь, самолет ждать будет? Нет. Все. Пока, Леша. Да не переживай ты так. Алексей достойный ученик. Ты его здорово натаскал. Ну да. Олег, ты сам отказался выезжать на катастрофу? Он как старая боевая ложь. Горцует при звуках трубы. Ладно, я поехал в банк. Георгий, подождите. Я хотел спросить. Я звонил в Южанск. Там какие-то проблемы с ремонтом. Может, я поеду, проконтролирую? Так я же уже отправил куда нашего человека. Он ведь Кирилл Пикин. Помнишь? Мужик хватки проследит. Со Стасом на связи. Да, Стас? Да. Ладно, заболтался с вами. Все, уехал. Хорошо. Ну как, Вера? Спасибо, хорошо. Кстати, мне нужно ей прикупить одну вещицу. Поможешь? Конечно. Жена, встречай гостей. Да. Иду, иду. О! О! Это что? То есть… Лимонное дерево. Ты же сама говорила. У вас в детстве было такое. Вы с него лимончики кушали. Я попросил Стаса, чтобы он контролировал процесс, потому что я-то вообще мог кактус купить. А он увидел, говорит, вот оно, лимонное дерево. Ну и взяли. Ты что, смешедший? А что смешного? Да ты что, не видишь, что это не лимон, а мандарин? В смысле? Ты не видишь, что это мандарин. Тот-то рожа мне этого продавца. Сразу видно хапуга. А ты-то куда смотришь? А что ты купил? Спасибо, удружил. Что, его обратно перевезти? Поехали. Ой, не-не-не, обратно не нужно. Ну хорошо, что мандарин, потому что он сладкий, наверное. А чем у нас пахнет? Ой, у меня же мясо. Сейчас ужинать будем. Вот, я тебе недавно старые фотки отрыл. Мои. Мы с Вероней. Батя. О! Погоди, погоди. Это мы где? В общаге. Четвертый курс после летней сессии. Помнишь? Ой, я помню. Мы тогда погуляли-то… Все сидите, я чай заварила. А, спасибо. Молодцы вы, ребята. Настоящая семья. Вот тебе спасибо. Ты же нас познакомил. Иди сюда. А вот я совсем маленький. Вот. Вот, кстати, помнишь? Это то место, где мы познакомились тогда, у парка Горького. Да-да-да, помню. Вы тогда меня проводили, а потом ты вернулась. Да. Мы всю ночь в подъезде процеловались. Потом я на следующий день пару просыпал. Да. Пойду я. Подожди, а чай? Ребята, в следующий раз. Чайку? Было, как всегда, очень вкусно. А ремонт у вас отличный. Спасибо. Пойдем проводим. Перинатальный центр. Слушаю вас. Доктор, ну что, как она? Все прошло хорошо. Отлично. Спасибо. Но вы должны помнить, ЭКО – это не простая беременность. А принимая во внимание гормональную склонность вашей жены к кровотечениям, никаких стрессов, никаких переживаний. Только позитив. Вы меня поняли? Понял, конечно. Ну что ж, пойдемте. Идемте. Вы должны беречь ее, как хрустальную вазу. Иначе в вашем случае дальнейшие попытки забеременеть практически исключаются. Да, да, я понимаю. Пойдемте. Да. Да, я подъехал. Сейчас зайду. Хорошо. Да, да. Да, Георгий Вадимович. Приветствую. Садись. Ага. Тут вот какое дело. Звонили из журнала одного, серьезного. Хотят статью про нас написать. А я как-то не знаю. Помнишь ту статью? Ну, в сибирском вестнике. Да, помню, конечно. И что было после нее? Прокуратура, следственный комитет, налоговая… Так все так, но они же ничего не нашли и отвязались в конце концов. Значит, мы правы. Я считаю, надо дать интервью и заявить об этом широко. Эти журналюги нас чуть не угробили. Пусть нас сами и вытаскивают. Нет, ну а что, после всей этой грязи фонду работать нормально не дают. Хм… Черт его знает, может, ты прав. Давай, хоть какие-то проблемы решим. Хотя бы с арендой. Да согласен. Добрый день. Прошу. Андрей Митин. Я узнал. Проходите, пожалуйста. Андрей Митин. Прошу сюда. С вашего разрешения, Иван поищет выгодные точки для фотосъемки? Десять лет. Первая круглая дата в истории фонда «Люди». Скажите, с какими подытогами вы к ней подошли? Вы считаете, у фонда есть будущее? Подытоги – это тысячи спасенных жизней. Мы работаем в полную силу, даем надежду людям. Мы помогаем им реабилитироваться и заново начать жить. В ближайшее время заканчивается строительство нового детского реабилитационного центра в Южанске, где предстоит большая работа на выезде. Поэтому причин сомневаться в будущем фонда нет. И я уверен, что мы сможем помочь как можно большему количеству детей, попавших в беду и нуждающимся в нашей помощи. Что ж, искренние слова человека, всей душой болеющего за правое дело. Вера, скажите, вы ведь тоже работаете в фонде? Да. Я очень люблю свою работу. Вера – координатор фонда все десять лет его существования. А вот помните землетрясение в Хакасии? А что вы почувствовали, когда муж на ваших глазах бросился в падающее здание? Странный вопрос. Вы же там были и все видели. Вы знаете, когда на кону стоит жизнь ребенка, тут уж… Я понимаю, я… Но вот что меня интересует. Вы лично не как сотрудница, а как жена. Как жена? Я очень испугалась за жизнь своего мужа. Но я… Вы знаете, к сожалению, бывают ситуации, когда личная безопасность не гарантируется. Но когда Вера со мной, я точно знаю, все будет хорошо. Она мой талисман. Я искренне рад за вас. А вот моя жена не вынесла подобного. Она ушла. Я предлагаю сделать снимок на обложку. Проходите сюда, пожалуйста. Давайте. Жаль, что мы не поговорили тогда с вами в Хакасии. А что бы это изменило? Как знать. Не волнуйтесь, Вера Николаевна. В ближайший год фонд может спокойно занимать предоставленные ему помещения. Спасибо, Петр Иванович. Спасибо вам. Всего доброго вам и вашим сотрудникам. Спасибо. Петюнь, ну мы идем обедать или как? Вера. Лара. Отлично выглядишь. Привет. Сто лет тебя не видела. Слушай, ну читала про тебя и про твоего мужа. Спасибо большое, ты… А это мой муж, Петр Иванович. А, ну… Вы уже знакомы. Моя бывшая однокурсница. Неожиданно. Петь, ну что там с вечером? Положительно. Давай Веру пригласим. Вера, у нас в пятницу намечается встреча, будет много интересных людей. Приходи с мужем. Спасибо. Здрасте. Теть Валь, что случилось? Ничего. Борюсик опять разбушевался. Надо мне не привыкать. Спасибо, что жива осталась. Господи. Так, теть Валь, пойдемте ко мне. Пойдемте. Пойдемте. Теть Валь, зачем вы терпите? А я и не терплю. Выгнала я Борюсика. А теперь думаю, зря. Он же когда трезвый, он ласковый. Он по хозяйству поможет. Вообще рукастый. И шкаф починит, и телевизор. Он же инженером был. Прекратите, тетя Валь. Он сам все рушит, когда пьяный. Может и так. А все мужик в доме. Осиротела я, Вера. Вот, ушел, оставил меня одну. И телефон отключил вообще. Да ну прекратите. Он вернется, куда он денется. Ну да, много ты понимаешь. За Борюсика-то любая ухватится. Я дома. О, у нас гости. Здравствуйте, тетя Вань. Здравствуй, Олег. Ну, я пойду, да? Да куда вы? Посидели бы еще. Я дверь сама захлопну. Ну что, Клари, идем? Извини, не смогу. Это наш первый прием. Дом еще не достроен. Очень хотелось похвастаться, Верочка. Я так рада, что ты пришла. А где Олег? Работает. Пойдем, я тебя кое-то с кем познакомлю. Может пригодится. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте представить. Ксения Малько, группа компании «Облако». Вера Колосова, фонд «Люди». Очень приятно. Кстати, я читала ваше интервью. Скажите, а вот вы с мужем работаете всегда вместе и даже… Прошу меня и винить. Я на меня ничего не буду. Конечно. На местах катастроф. Не страшно? Люди гибнут. Ранения, увечья. И вы тоже в опасности. Страшно. Петр Иванович, идите к нам. Нам тут про всякие ужасы рассказывают. Смерть, разрушение. Смерть, разрушение, Ксюша. Ужас в том, что мы с вами давно не виделись. Вот что ужасно. Вы все шутите, а мы про благотворительность. Только не надо мне рассказывать, что моя жена попросила вас патронировать еще один приют для бездомных собачек. Так дашь денег или нет? Меня ребята ждут. Твои ребята подождут. Ты живешь в нашей семье и будь добр, уважать наши принципы. Уважать? За что? За то, что наш папаша с разными телками спит, а ты на это глаза закрываешь? Ты еще пока живешь в этом доме. Здесь ешь? Спишь? Да пошла ты! Артем! Ну конечно. Прости, пожалуйста. Я не вовремя? Да нет, все в порядке. Давай лучше выпей. Спасибо. Ты знаешь, переходный возраст — это сложное время. Да я тебя умоляю. Просто Артем не знает, что в жизни главное. И что за все нужно платить. А чего ты на меня так смотришь? Все, что я хотела в жизни, я добилась. У меня влиятельный супруг, шикарная квартира, бизнес престижный. А что еще надо? Слушай, а помнишь, как мы в институте на трамвайных билетиках гадали, помнишь? Ну да, про любовь. Ох уж мне эти детские мечты. Ладно, пойдем, я тебя со стоительным дядечкой познакомлю. Он может солидную сумму отстегнуть вашему фонду. Правда, жадный таколик. Но ничего, мы его сейчас как-нибудь растрясем. Бедный парень. Она говорит, ты должен уважать семью. И при этом сама терпит измены мужа и верет сыну. Ты представляешь? Как так? Я не знаю, как. Я бы так не смогла. Я тоже. Не, ну, знаешь, это не смешно. А я и не смеюсь. Я вообще тебя не обманываю. Я правда говорю, что я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Прости. Кто бы это мог быть? Да, Колосов. Простите, кто? Да-да, конечно, помню. Подождите секундочку. Да, я внимательно вас слушаю. Хорошо, говорите. Олег, у меня тут проблемы, нам надо поговорить. Я слушаю. Только это не телефонный разговор. Можно я приеду к тебе домой? Нет, ни в коем случае. Я сам подъеду. Спасибо. Прости, мне просто вообще некому больше... Обратите. Я сказал, позвоню. Слушай, я так боюсь, а вдруг у нас ничего не получилось? Прости, что не получилось? Ну, и кое не получилось. Я прям места тебе не нахожу. Да ну. Что ты? Не накручивай себя. Я в нас верю. У нас все получится. Все хорошо. Я верю. Пойдем спать. Точно все будет хорошо? Точно, я обещаю. По работе. Потом позвоню. Ну что? Могу вас поздравить. Анализ показал, что ХГЧ у вас 109. Ну, это нормально? Это значит что? Вы беременны. Прекрасно. 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 Олег, привет. Проходи. Привет. Нам нужно с тобой серьёзно поговорить. По-моему, мы обо всём поговорили ещё два года назад. Здрасте. Здрасте. Пойдём я тебя кой с кем познакомлю? Ну, пойдём. Пойдём. Ты мой котик любимый. Ты мой зайка. Познакомься. Это твой сын Серёжа. Казалось бы, всё так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звёзды, взлетая наперебой. Тогда ещё были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Ставься. Твою. Чё. 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 Продолжение следует...